Так, ну что, ребят, всем привет. Ролик по поводу Ripple. Мне написали, что звука не было. К сожалению, да, почему-то звук не записался. И Stellar присоединяется к экосистеме MasterCard Crypto Credential. На выставке Meridian 2024 года в Лондоне, Великобритании, опять же таки, как мы понимаем, Stellar Development Foundation объявила новое партнерство с MasterCardом и интеграцию с сетью Stellar. Еще интересный момент. Хотел вам показать то, что получается компания Ripple в Великобритании, в Лондоне, в частности. И вот реклама Ripple Custody, потому что скам, да, естественно, вот в метро, как мы наблюдаем, или на ЖД вокзале, как я понимаю. Совпадение ли это, не думаю. Ну и плюс то же самое в Лондоне проходит конференция Meridian. Напоминаю, что до этого тоже проходила конференция Meridian в сентябре 2023 года на Дня рынка. И хедлайнером был актер и диджей Идрис Эльба. И тоже Meridian Stellar. Совпадение ли это, не думаю. По поводу ETF, как я и сказал, что Canary Capital подавала заявку на XRP ETF сначала, а теперь подает на Litecoin ETF. То есть, помните, у нас была там Solana. И, в принципе, подали заявку на Solana, но теперь еще и на Litecoin. Я, в принципе, считаю, что ETF, скорее всего, одобрит. И это, оказывается, у нас Canary Capital, бывший основатель Valkyrie, которые также подавали заявку на Bitcoin и ETH ETF. То есть, совпадение ли это, не думаю. Вот. Что еще интересного? То, что Ripple объявляет о партнерствах в бирже MarketMaker для своего стаблкоина RL USD. И это биржи из США, включая такие, как Uphold, Bitstamp, Bits, Moonpay, Independent Reserve, CoinMemo и Bullish. Ну, на самом деле, Uphold, Bitstamp часто упоминается. И Bits, в том числе, различного рода переводы. Кстати, есть Kierog. Ну, Kierog, как вы знаете, поддерживаем Ripple. Объединяется с Deutsche Bank. Ну, я не думаю, что Deutsche Bank, Германия, там, чуть ли не центральный банк Германии, будет жертвовать своей репутацией и партнериться со скам криптовалюты Ripple, да. Ну, и здесь то же самое. Видите, на бирже многие партнерятся и, соответственно, уже внедряют стаблкоин RL USD, то есть стаблкоин от Ripple, от скам криптовалюты, да, как нам говорят. Ну, и в том числе, видите, это все между собой завязано. Далее, то, что у нас конференция Ripple Swell 15-16 октября как раз вот сейчас проходит, соберет ведущих экспертов в области финансового блокчейна. Ну, и, как вы понимаете, токенизация крипто-ETF и будут обсуждаться. Как вы понимаете, также будет выступать Стюарт Альдеротти, US-консульт Ripple, а также еще суперинтернет, который погрузится в тенденции регуляции. Ну, и, в принципе, это тоже все не случайно. Далее, то, что Дитон поднимет тему XRP в жарких дебатах сенатором Воррен, то есть если Джон Дитон у нас стремится в Сенат США, это уже показательный случай, то, что, да, Ripple, конечно же, скам, ну, есть и буси, если кто не понял, да, и по поводу победы Ripple над сек, это главное достижение, хотя о какой победе идет речь, если канитель судом продолжается. Далее, получается, у нас, насколько курс XRP вырастет в ближайшие 6-12 месяцев. Ну, как я и говорил, что год-полтора после хаулинга как раз-таки, ну, не так, что, типа, вот 6 месяцев и все, сразу выросли, или за месяц, нет. А, естественно, нужно подождать. Как вы понимаете, это, скорее всего, будет пик цены. Это апрель 25-го, либо октябрь 25-го, то есть год-полтора после хаулинга. Ну, и, в принципе, за 6-12 месяцев это 3-5 доллара, довольно-таки консервативный прогноз, но я считаю, что более чем реален. Далее, Стюарт Альдеротти раскрывает этапы и сроки апелляции Ripple против всех. Ну, и на данном этапе нам сказали, что вот подали вот эту заявку, и сегодня, 16 октября, дается там 90 дней. 90 дней это 3 месяца, то есть это до 16 января, как вы понимаете. И самое интересное, то, что, нам говорят, может затянуться до июля 25-го года, то есть на 9 месяцев. Понимаете, то же самое, и я вам гарантирую, что и в июле 25-го не закончится. Вот сейчас просто можете, сука, скринить, вырезки делать, неважно. Я вам говорю, что не закончится. Понимаете, либо закончат раньше, либо закончат позже, либо вообще не закончат. Я думаю так, потому что, ну, в любом случае, в июле 25-го ничего не закончится. И опять, июль 25-го, да, то есть совпадение 13-го июля 23-го, якобы все закончилось, как мы помним, но ни хера не закончилось, канитель продолжается. Вот, хотя вот нам Джун Дитон, буквально там 2 новости назад, сказал, что все закончено, победа Ripple, якобы. Ну, а где же победа, если все затянется до июля 25-го года? Непонятно, да? Сами себе противоречат. И, как вы понимаете, что рассмотрение апелляционного дела, типа, они считают, ну, вот, основа аж, типа, закончилась, а это ж апелляция, а это не дело, да, это не относится к этому. Вот, ну, короче, и 9 месяцев. И то же самое Брэд Гарлинхаус, помните, говорил, что от 2 до 9 месяцев, он говорил это, по-моему, а, в 22-м году, он говорил осенью 22-го года, что вот на 9 месяцев. А 9 месяцев это был июнь 23-го года. Но, как вы видели, до июля дотянули. Вот, ну, и по итогу сейчас нам говорят июль 25-го. Ну, а кто-то говорит, такие как Джейми Хоган, что вообще начало 26-го. Ну, и пик XRP как раз-таки, может быть, конец 25-го, начало 26-го. Не удивлюсь. Ну, и, в принципе, вот еще новость эта дублируется. По поводу цены XRP. Давайте глянем на доминацию сначала. Повторно. Вот, доминация стелла XRP падает. XRP, XLM, кстати, выкупают уже. На тот момент, когда я смотрел, было все в упадке. Сейчас все выкупают. Ну, как я говорил, лой мы не обновим. То есть, лой был 5-го июля. То есть, даже не 5-го августа, не 5-го сентября, а 5-го июля. То есть, XRP одна из немногих капитуд, которая сильнее всех показала себя на рынке. Вот. Ну, понятное дело, не берем в расчет биток и ферсала, но я имею в виду, из таких второстепенных альткоинов. Вот, XRP, холдскер, тоже можно докупать, так же, как и XRP и стелла. Поэтому успевайте. Всем удачи и всем пока.